Добрый день! Сегодня анбоксинг. Здесь собралась компания из трех кубиков Dayan. Все потому, что опять будет кубик от Dayan. Три на три. На этот раз это Dayan Жанчи 2018. Так на коробочке и написано. Из истории популярной модели Dayan 5. Никогда легенда. Он у меня в размере 55 мм. Мой первый профессиональный куб. Потом выпустили как бы рестайлинг Dayan Жанчи 2017 в размере 57 мм. Скажем, так себе кубик. Чисто из ностальгических соображений его приобрел. Потом кубик, который называли Dayan 7 или Xeon Gen, если не ошибаюсь. Кубик уже поинтересней. Какой-то такой громкий. Не успел на нем открутить тысячу, пока стоит в очереди. И вот Dayan 2018. Я понимаю, что он вряд ли будет конкурировать с топовыми моделями. Он не магнитный. Он обычный. Из цветного пластика сделанный кубик. Откроем, посмотрим, сравним с предыдущими. Dayan заботится о наших нервах и не кладет инструкцию в свои головоломки. А зачем? Они нас чаще всего просто расстраивают. А, кстати, коробочка. Почти разваливаются. А, смотрите, как она делает. Оп. И коробочка. Я не знаю, это фишка, но она не склеена. То есть, видимо, можно взять, кубик положить, вот так вот его завернуть. Видимо, как-то тут друг у друга. и вот так вот закрыть. И он как бы будет держаться. Наверное, интересно. Наверное. Если это просто не брак, и они не забыли склеить коробочку. Скорее всего, так оно и было, поскольку здесь вот есть клеевая полоска. Ну, скорее всего, недосмотр на производстве. Давайте к самому кубику. Сравнивать его, наверное, есть смысл только с каким-нибудь Dayen 7 и, может быть, Dayen 2017. По форме они похожи. Что мы видим? Внутри неокрашенный пластик. Primary. Обильно смазан. центральные элементы внутри имеют цветные детали. Вот на предыдущем они тоже были из некрашенного пластика. Dayen 7 будем его так называть. Он достаточно громкий. но вполне такой забавный кубик был. Посмотрим на этот. Это такой вот не такой громкий, очень быстрый и очень мало контролируемый Dayen 2017. я не удивлюсь, что сделает и Dayen 2019 в скором времени и пока еще идет 2018 год решил все-таки 2018 купить. Потише кубик, поприятнее вращение. Кстати, не так уж и плохо. магнитиков конечно не хватает. Но вполне достойное вращение. По-моему это лучше кубик от Dayen. Цвета по сравнению с Dayen 7 более темные такие. Да. все более темные. Желтый такой прям ближе к оранжевому. Такие насыщенные. Если сравнить с первоисточником, конечно ближе к ним. Или вот к этому. Да. Что-то они немножко поменяли тенденцию. Ну да ладно. давайте перемешаем. Хорошо смазан. Вращается относительно тихо и достаточно приятно. Что-то у меня есть такое подозрение, что я наверное замагонищу этот кубик основательного покручу. В ближайшем год наверное точно. Очень приятный. Давайте соберем. не туда. Расцветка хоть чуть-чуть непривычная. Слегка сбиваюсь. Но вполне приятная. неплохо. Очень неплохой кубик. Давайте еще одно. С одной не помню. Я с ним ничего не делал не смазывал не настраивал с короткой доставкой так оно и есть. Несмотря на то, что он достаточно приятно крутится, он средней ценовой категории кажется. Он больше наверное для коллекционеров поностальгировать о чем-то. Хотя для современных даже кубов крутится очень достойно. пусть делает магнитную версию Dayan 2019 M какой-нибудь обязательно куплю. Почему бы и нет. Да, магнит явно не хватает. очень и очень неплохо. Проверять резку углов современных кубиков такое малоинтересное занятие. В прямую режет, в обратную естественно похуже. Он тоже режет. Давайте его разберем наверное. Если он захочет это делать. Не хотя извлекаются детальки. извлекаются. Вот так выглядит ребро и уголок. Вот в сравнении вот это Dayan 7 а это Dayan 2018. Достаточно серьезно отличается строение ребра. Уголки тоже различные. Видим что гораздо меньше стали свесы нового Dayan вот эти антифлиповые уголки. Раньше были больше. Давайте уж на всякий случай с Dayan 2017 вынем. что мы видим да черненький это 2017 год беленький это 2018 то есть это не просто копипаст они что-то там делают что-то там разрабатывают а значит молодцы от рельсы у 17 были рельсы у 7 у Dayan убрали у 17 опять вернули но почему нет вернулся на место и что можно сразу сказать компания Dayan может делать нормальные трешки пусть это пока среднеценовой сегмент но это очень достойный кубик и для среднего ценового сегмента то есть им сейчас нужно разработать какую-нибудь такую магнитную версию не очень дорогую типа МГЦ что-то сделать но Dayan естественно даже вот в этот кубик вставить магниты но если в этот камень магниты вставить будет как-то грустно разработают следующую версию лучшую магнитику я думаю будет интерес сейчас они больше сосредоточились на невыцашных головоломках которые не всегда хорошо крутятся скажем так далеко не всегда но получается у них вполне неплохо я желаю компании Dayan процветания и успехов поскольку хорошая компания все-таки она подарила многим людям достаточное количество радости когда все крутили на пятом Dayan помню свои впечатления когда после палаточного кубика я в руки Dayan я ошибся направил это было потрясающе так что пусть у них все получится пусть стараются им успехов и удачи а на этом все всем спасибо всем пока